Продолжение следует... Вот такой момент. Допустим, маленький ребенок, которому 5 лет. Его папа везет в садик на машине. Что он осознает, что он понимает, какая его правда об этом автомобиле. Что это какая-то машинка, которая делает бур-бур-бур, и она едет и привозит его в садик. Он теперь, у него другой взгляд на эту вещь, у него другая правда? Нет. У него такой уровень восприятия, сознания, понимания мира. И он прав на 100%, потому что у него такой уровень развития, обучения и так далее. То, что он понимает. Как понимает мама, допустим, этой самой семьи. Ну, она знает уже больше. Но папа знает еще больше, что нужно ее ремонтировать, менять массы и так далее. И все они правы. А мастер особенно еще больше прав, который вообще разбирается, что это внутреннего сгорания двигатель, что там турбины есть и так далее. Что это нужно делать. Значит, они все правы. Но, почему возникают споры? Я не скажу, потому что мы не принимаем любых людей, правду и так далее. Мы, может быть, и правы, нужно просто принять, что единственное, если мы хотим познать правду во всей величине, мы должны развивать себя. А у нас, вместо того, чтобы развивать себя, происходят споры, дискуссии и желание доказать и быть правым. Потому что, если взять, что правда, сто процентов, она все-таки есть, правильно. Но если у меня здесь ноль, я тоже прав. Но просто это у меня такой уровень. Этот уровень может быть пять процентов, может быть пятьдесят. И я тоже прав. Просто то, что я осознаю, могу понять и принять, только ту часть всей информации, ну, правда это условно, да, мы все информации, которые может принять мой ум, мозг, мое образование, мое духовное, да, развитие, духовное воспитание и так далее. То, что, какое и есть. Поэтому давайте мы не спорим, не доказываем, что кто-то прав, кто-то менее прав, кто-то более прав. А развиваемся сами. И мы узнаем все больше, понимаем больше. Вот на чем нужно сосредоточиться. Такое пожелание всем. Развивайтесь. Спасибо, пока. Продолжение следует...